здравствуйте дорогие друзья и наши гости с вами лидия и вы на канале л.м. лондон с нами вы узнаете много нового и интересного о столице туманного альбиона лондоне если вы еще не с нами подписывайтесь на наш канал и мы будем вместе шаг за шагом по крупинкам узнавать один из самых интереснейших городов мира лондон сегодня хочу представить вашему вниманию новую рубрику канала л.м. лондон под названием знаете ли вы что все мы много знаем о великобритании но каждый раз находятся все новые и интересные факты об этой удивительной стране в этом видео хочу поделиться с вами редкими фактами о великобритании итак первое знаете ли вы что палата общин это единственное место в англии куда не может войти британская королева поскольку она не является ее членом все оказалось просто раз уж заговорили о ее величестве то официальный праздник день рождения британского монарха не совпадает с фактической даты рождения королевы великобритании елизавета вторая родилась 21 апреля но день рождения официально празднуется в третью субботу июня кстати у нас есть видео о параде по случаю праздного дня рождения королевы ссылка будет в описании возвращаясь к палате общин канцлеру казначейства соединенного королевства во время выступления с проектом государственного бюджета в палате общин разрешено пить все что угодно даже алкоголь и еще английский и ирландские парламенты по сей день печатают принятые ими акты на велене бумаги из телячьей кожи 2 знаете ли вы что британский остров часто называют туманный альбион но на самом деле не такой уж он и туманны я бы сказал даже совсем не туманны а свое название остров получил благодаря белоснежным меловым скалом и утесом дура расположенным на южном побережье немного о погоде великобритании например лондоне осадка не больше чем москве дождь здесь может пойти просто внезапно но не будет продолжительным bbc довольно правильно и точно описывает погоду относительно погоды отлично работает закон подлости довольно часто дождь идет во время обеденного перерыва между двенадцать и двумя часами и конечно же с пяти до семи вечера также очень часто на протяжении выходных 3 знаете ли вы что великобритании нет прописки а вот без банковского счета и карточки тут почти ничего нельзя сделать место жительства определяется счетами которые оплачиваются через банковский счет 4 знаете ли вы что англичане немного стыдятся того что все знают их родной язык они обычно говорят только на английском так что общаясь с коренным англичанином вероятность получить комплимент об уровне вашего английского высока но не стоит обращаться так как все мы хорошо знакомы с английской воспитанностью и это просто вежливый комплимент умению иностранца изъясняться кстати всем известна английская вежливость они постоянно говорят извините простите спасибо пожалуйста даже если это и не надо например если вы толкнули на улице человека или наступили кому-то на ногу в транспорте вам тут же скажут о ссоры современной англии спасибо простите пожалуйста это просто разговорные междометия 5 знаете ли вы что немного о цензуре великобритании а точнее об ее отсутствии особенно на английском телевидении в английском языке матерные выражения уже стали нормой и не вызывают бурного негодования если для нас услышит на телевидении цензурные выражения это что-то из ряда вон выходящее то в англии к этому отнесутся совершенно нормально 6 знаете ли вы что в англии полицейских называют бобби слово происходит от имени премьера миста великобритании роберта пиля сокращенно боб или бобби который в 1829 году организовал столичную правоохранительную службу со штаб-квартира скотланд-ярд кстати изначально полицейских называли пилос все по той же причине производная от фамилии роберта пиля 7 знаете ли вы что первая в истории почтовая марка черный пенни была выпущена в англии в 1840 году на любой марке латинскими буквами указывается на звание страны выпустивший ее только великобритания освобождена от этой обязанности так как первой начала использовать марки 8 знаете ли вы что-нибудь о школах великобритании дети идут в школу с четырех лет и обязательное обучение длится до 16 есть как бы две школы праймеры до 5 6 класса и секундры до 16 лет public school это на самом деле частная школа а бесплатно это state school всех учащихся как школьников так и студентов вузов называют students слово people значение школьник как нас учили в школе на английском языке практически не употребляется кстати интересный факт телесное наказание в госшколах было отменено только в 1987 году в частных школах 1999 году шотландии и ирландии и того позже а частная элитная школа это на самом деле бурса интернат заведение с очень жесткой дисциплиной еще в англии для всех школьников обязательно единая форма одежды считается что она дисциплинирует учеников и обеспечивает равенство для всех учащихся 9 знаете ли вы что англичане закаленные с детства у них вы не увидите детей с ног до головы укутанных как у нас и вообще здесь не принято одеваться по сезону зимой можно видеть людей в одних футболках летних платьях или балетках и сапогах на бусу ногу а летом девушек вугах отопление в великобритании очень дорогое все экономит поэтому они и закаливают детей с детства 10 знаете ли вы что англия это рай для животных англичане большие любители животных вы не встретите на улицах бездомных кошек или собак это вопрос давно решен и все потому что общество по защите животных от жестокости была создана в англии еще в 1824 году имеет королевский статус так что кошечки и собачки живут в безопасности уже почти 200 лет а вот общество по защите детей было основано только 60 годами позже 1884 и имеет статус национального кстати в британии все пони ослы и зевры должны иметь паспорт а все лебеди принадлежат королеве но все-таки в британии можно встретить бездомных животных особенно ночью и это лисы живут они в парках и ночью выходят на охоту часто забираются в дома особенно в пригородах и могут быть довольно опасными ночью лисы издают весьма специфические крики напоминающие убиение младенца 11 знаете ли вы что в парках часто можно видеть скамейки с именными табличками установлены в память об умершем родственнике или друге иногда подписи являют собой пример чисто английской иронии как в случае на фото в память о муже о котором мечталась думалось но он так и не нашелся 12 знаете ли вы что вся земля великобритании частная поэтому махнуть на шашлычки на природу не получится потому что природа вся поделена на частные участки кроме заповедных зон и парков существуют определенные места для кемпинга за которые надо платить и места под барбекю и пикники так как земля очень дорогая то в английских городах все очень компактная все настолько тесная узкая и миниатюрная улицы и тротуары узкие дома и квартиры довольно маленькие есть например стандартные дома с четырьмя комнатами всего в 56 квадратных метров 13 знаете ли вы что англичане пьют больше чая чем любой другой народ в мире в два с половиной раза больше чем японцы и в 22 раза больше чем американцы или французы парадокс хороший развесной чай больших супермаркетах это редкость надо заказывать специальных магазинах поэтому в основном все пьют чай из пакетиков 14 еще несколько интересных фактов знаете ли вы что знаменитый биг-бен это не часы а самый большой и тяжелый колокол соединенного королевства его вес около 14 тонн знаете ли вы что в лондоне расположена самая длинная торговая улица в мире оксфорд-стрит знаете ли вы что первым в мире программистом была женщина англичанка ада лавлейс знаете ли вы что самый татуированный в мире человек лаки даймонд рич живет на острове sky в шотландии девяносто девять и девять десятых процентов поверхности его кожи покрыты татуировкой которая повторяет узор шкуры леопарда и последняя милость и уважение от ее величества знаете ли вы что каждому юбиляру которому исполняется сто лет королева елизавета вторая лично отправляет поздравительную открытку хотите получить открытка ее величество живите до 100 лет чего и вам всем желаю вот такая она великобритания многоликой разнообразно своеобразной и неповторимая я хочу попросить вас поделиться в комментариях какие интересные и малоизвестные факты о ваших городах вы знаете напоследок по традиции английский анекдот два джентльмена разговаривает послезванного обеда скажите сэр почему сегодня во время обеда вы постоянно целовали руку той даме что сидела от вас слева понимаете ли сэр мы не забыли положить салфетку спасибо что были с нами надеюсь что вам понравилась наша экскурсия нам будет очень приятно если вы поставите лайк и напишите свои впечатления о видео в комментариях а тех кто еще не с нами мы предлагаем подписаться на наш канал и мы будем вместе путешествовать по одному из красивейших и прекраснейших городов планеты лондона всем всего самого доброго мира и процветания увидимся в следующем видео Баааай!